Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем наш небольшой цикл видео, посвященный боям Джонни Виннера и Крестоносца, наш третье сражение, Хаос против Хаоса. Проведем мы его на карте Лунная база. С нашего последнего знакомства с Джонни, немного я еще с ним позанимался, скажем так, факультативно. И он прибавил аж 654 килобайта своего разума. Итак, сложность Insane, максимальные, все остальные настройки стандартные. Карта довольно непростая, здесь есть два прохода к базе, то есть вот такой вот крайний и центральный, с другой стороны аналогично. На этой карте нет реликта, возможно это даже и к лучшему. Посмотрим, как Джонни действует без супероружия, без алчащего крови, хотя принца демонов вполне возможно он сделает даже раньше, чем сделаю я. Ну поглядим, поживем, увидим. Делаем один отряд пультистов, дальше врубаем обилку ускоренного строительства. Наша еретика отдаст свою жизнь практически, но зато он построит быстрее казарму. Главное контролировать все это дело, иначе он может раньше времени отбросить ласты. Ставим здесь генератор. Ускоряем его строительство, чтобы у нас была энергия заранее. Создаем отряд хаус-спейс-маринов. Создаем оружейную. Оружейную нам нужно создавать не к спеху, поэтому, сколько мы долго ее будем создавать, это меня не интересует. Так, хаус-сидми атакуем вот здесь вот сразу же точку. Возможно, комп сейчас туда уже придет. Возможно. Потому что в нем заложены разные тактики. Тут на каждую карту, естественно, это не просчитать, как он будет играть. Тем более, не смотрел именно, какую он тактику из 16 использует. Через консоль все это можно делать, но я не делаю. Так, выводим лорда. Пока что плазменный пистолет ему не будем. Так, а вот такие хаоситы. Ладно, пока не обращаем на них внимания. Сами убегут, а может быть и будут долбить нас до упора. Пока не до плазменный пистолет, здесь нужно было поставить. Эй, ой-ой, Джонни, Джонни, что с тобой? Вене хорошо. Сейчас плазменный пистолет давайте апгрейдим, потому что лорду он будет нужен. И, естественно, командиру отряда Hell's Space Marine. Так, далее захватываем вот эту точку. Берем ключевую, если нам, конечно, позволят ее вообще взять. По товарищу ей здоровье, давайте выстратим на строительство. Эту точку нужно быстрее застроить и желательно бы проапгрейдить. Так, нужно еще один генератор, чтобы быстрее переходить. И нас уже атакует. Пошел через рапторов, но... Удачи ему в этом деле. Все, что мы здесь сидели, все пойдет неплохо, скажем так. Заходим. Так, здесь раптор законтрит лорда. Поторваться от еретиков, от этих, наконец-то. Вроде бы отбились, хотя тут так насел-то он солидно. Не успеваем мы точку у него заблокировать с другой стороны, к сожалению. О, вы посмотрите, кто у нас пробежал на базу. Так, сейчас бы надо с ним разобраться, с этим господином. Нам сдолбит точку. А вот все, отступает. Увидел, что лорд сюда идет и отходит. Еще один генератор втыкаем. Делаем апгрейд последней точки. Сейчас мы по нему постреляем. Мы по нему постреляем. Это хороший генератор, который мы не хотим. О, не, господин. Шибочка, Джонни, да? Не думал, что по центру, то мы отобьемся. Так, замедляем его. И нельзя дать ему оторваться. Бежим дальше. Сейчас будем обстреливать. Так. Отлично, переходим Т2. Так, готов. Он сам вступил в бой со мной. Стоят по мне вражеские точки, поэтому не будем здесь искушать судьбу. Лучше постреляем вот по этой позиции, если сумеем, конечно, достать. Опа, опа, опа. Тихо, 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 тихо. Выводим еще один отряд. И продолжаем строительство генераторов. Так, замечательно, с рафторами разобрались. То есть, он сейчас экономики свои довольно сильно просел. Достаем. Снова. Вступают, да? Они, кстати, скорее всего, те же рафторы, потому что они смогли нас прорвать первый раз. Я тут ближний бой. Зайдем. Так, а он уже в Т2, кстати. У него есть колдун. Такие вот делища. Не очень хорошие. Правда, тоже в Т2. И строим, давайте, быстрее врата машин. Нам нужна машина и нужны хищники. Скачиваем влияние. Даем последний генератор. Так, у него уже тут есть опустошение. Назад обходим, к Стреев. Нужен антитех, прежде чем с ним связываться. Быстро, Джонни, ты быстро, однако. Не ожидал я. Так, ничего, пока апгрейдить не буду, но он хищник. Выводим, быстрее. Сначала машина, потом. Тихо, 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 тихо. Командир, давай отходим. Соединяемся и сваливаем. Я пошел, хищник. Смотрите, он вложился максимум в Т2. И сейчас у нас могут возникнуть серьезные очень неприятности. Пока-то антитеха нет. И он сейчас снимет нам просто точку в центре. Пока что мы его тут агрим на себя. И сейчас он пойдет на нас с прямой наводкой. Так. Сыдаем колдуна. Хищник почти готов один. Он там с дистанции нас расстреливает. Это... Терпимо. Хищник готов. Но нужно два хищника. Нормально ему понравится это блюдо. Тихо, тихо, тихо. И еще одного выводим. Блин, они снимают. Точку в воду. У него, кстати, тоже хищник выходит. Он вложился по максимуму в Т2. И дело так пахнет с керосином. Мне не нравится. Запашок, который от него идет. И все равно не хватает пока ресурсов, чтобы перейти в Т3. Возможно, осквернить или создавать самолет. Нельзя позволить ему взять центральный... Не реликт, а центральную ключевую точку. Крэлл до своих скультистов, но это ему не помогает, так как... Теймин там настраивает еще одну свою базу. Так как я его... ...заранее... ...просветил колдунов. В принципе, мы можем сейчас с вами... ...проиграть с помощью осквернителя. Я думаю, лучше его построить, чем самолет. Поглядим. Сейчас нам нужны апгрейды. Ресурс понадобится. Он там также на базе апгрейдится нехило, я так предполагаю. Хотя бы две точки нужно проапгрейдить на базе по максимуму. Но вот эту точку я апгрейдить не буду максимально, потому что ее могут разнести, если я не прорву центр. Мы ее просто потеряем. И апгрейд будет бесполезен. Лучше проапгрейдить их именно на базе. Пока есть ресурсы, лучше этим заняться именно сейчас. Потом уже... ...будет этого не быть. А может быть, сквернителя не будем создавать. Посмотрим сейчас. Качнем по максимуму нашу пехоту. К тому же нужны ресурсы для того, чтобы сразу построить облитераторов. И прокачать невидимость у хаоситов на Т3. Да, пожалуй, не будем его выводить. Достаточно и того, что имеем. Не знаю, агрить его на себя не агрить. Но можем... Ух ты, да, он не прокачал точку. Мы можем ее разнести сейчас. Ладно. Так, отлично. Подводим машину. Если мы ее разнесем, он лишится довольно большого количества влияния, которое он еще потратил к тому же и на ее апгрейд. Все, готово. Выходит у него хищник. Ксируемся на нем. Мы практически в Т3. Качиваем последнюю свою точку. Что-то тут нехорошее прет на нас. Садимся в машину и уезжаем. Машину снайдитесь в вашу дивизию. Открываю хищниками. Ну, конечно, он не слабак, но... Не выдержал нашего напора. Хотя нет Возвращается и так Возвращается Так отходим Пока временно предлагаю ориентироваться Что вы садитесь-то? Инвалиды войны Уходим, уходим, уходим Срочно Ремонтируемся У нас здесь сейчас будет явно неприятно Так, апгрейды Генераторов Не сразу снимает он Кстати, с кем снимает? Посмотрите, у него уже облитератор есть, он тоже в Т-3 Одновременно со мной вышел Ладно, окей, выводим еще сюда одного строителя Сейчас мы тоже им облитераторами Угостим Переходим в Т-4 Быстрее, пока что закрепимся здесь Пока он облитератором захватывает Точку мы разберемся Собственно говоря, с войсками на базе Есть контакты Рассоединяем наших командиров Мне нужны теперь уже И скрываем давайте наших пехотинцев Потому что своих он сейчас скроет И нельзя повторяясь ему дать захватить Вот что это за хрена тень такая Генератор и все Нельзя дать ему захватить Точку Не отступают Но наши облитераторы сейчас тоже Угостят Не вкусно, да? Еще и невидим Сейчас подсветит Мы берем обратно точку Пока что Ситуация не критическая Купаем назад Облитераторами пока здесь постоим Тоже в принципе нам не к спеху отступать Прокачиваем давайте Принца демонов Нашему лорду Ну и можно в принципе пострелять Не дать ему доапгрейдиться по максимуму Так, а у нас здесь гости Здесь очень нехорошие гости Отходим Не удастся нам сейчас все-таки захватить Придется сваливать Ситераторами уходим Проапгрейджены Нужно бы еще антитеха побольше Потому что техники он использует Просто арендная с пользой Так У него господа любезный Ой-ой-ой-ой-ой Размешается нам машину Ладно хоть не видит Опять был баг Ладно хоть не видит Приходит Так И мне нужны к тому же еще и надверженные Наши такие своеобразные рукопашники Ну может создать кошмары в принципе Выступают Выступают хаоситы Джонни переходит в наступление Окей, Джонни Вытягиваемся интеллектами ГФ-34 Он нас засветил Соединяем колдуна Ну и давайте наступать будем вперед Так, машина готова Конечно, обсташители пойдут Вот в этом узком проходе Очень сложно пропихнуться Очень сложно протолкнуться Сразу он сваливает Не стал захватывать Видит, что Здесь ему не все Коту, как говорится, масленицу Забираем Сашитель пошел Двигаем машину вперед Пускай она принимается на ногой на себя Так, лорда мы в принципе можем трансформировать Уже в Принце Демонов Урель ставить не будем Бесполезно Бесполезные занятия Так Сдаем кошмаров Вон уже где поставил Смотрите-ка Вон уже где поставил Смотрите-ка Вон, вон, вон Сностряньком Да, хорошо Мы тут подловили Я там прорвался Все-таки через Наши редута Заградите Вперед, вперед, вперед Давайте атакуем Тогда через этот фланг Через Левый Нижний Увеличиваем лимит Техники Так Тихо-тихо-тихо Назад-назад-назад-назад-назад-назад Рассаживаем его на себя Все-все-все-все-все Взялись Взялись За него Теперь главное Не отпустить Прокачиваем по максимуму Наше влияние Захватываю точку Застроим Сейчас там туда пойдем Атаковать дальше По центру будем давить Сашителями Сашителями Горда пока не подключаю Начинаешь упрыгнуть уже Спортил он за то, что я понизил себя В ранг его великий Ох, ни хрена себе он тут мин-то наставил Если бы неудачно я прыгнул Надо отметить Снимаем у него эту точку Так, где тут у меня строитель Быстрее Быстрее, быстрее Так, а нас атакует здесь Хищник по центру Окей Так, что он мин-то нагородил Так, прорываемся Убираем отсюда Быстрее Лорда По центру Окей Скоро Старо Остальное Старо Старо Нам Прорываем Но крестоносец безжалостно на него брёк. Безжалостный крестоносец, к сожалению, очень-очень безжалостен. Бедный Джонни Виннер, к сожалению, начинает проигрывать постепенно. Так, убираем. Снимаем у него точку. Продолжаем выводить сюда своих вернителей. Продолжаем выводить. Разносит казар, что он не мог уходить. В принципе, он сломлен. Убился он хорошо. Так же вышел, как и я, в принципе, быстро до Т3. Т3. Т4 он уже не успел выйти. Так, это обстрежит ещё и сзади вражеский кошмар уже. О, когда же. Вот как обнаглели даже ребятки. Так, ну, в принципе, маскировку культистов мне не надо прокачивать на них. И не использую вообще. Это мне не нравится. Взяли тебя сюда. Мои хиеники. Колдун погиб. Вот колдуна я выведу. И погибает отряд облитераторов. То есть Джонни ещё получает минимальный шанс отбиться. Но его шанс так же мал, как и его количество ресурсов, которое у него осталось. Так, назад, оскори на что-то подклетил. Ах, иди сюда ходить. Вернённый аур, давай подклечу, хоть там махать-то. Товский городовой. Огрейдим всё тут по максимуму. Никаких компромиссов. Так, вали давай облитераторов. Наши готовы Ну как вам сегодня, Джонни? Мне понравился он очень-очень Все было достойно Достойно уважения Молодец, пил хорошо Я, конечно, за Халл сыграю лучше, чем он По крайней мере, пока что Он был довольно хорош Все, последнее здание у него остается И... Достойно уважает 25 минут, кстати, шел бой довольно-таки долго Для 1 на 1, согласитесь Сражение было более чем упорным И вот эти вот 654 килобайт информация Прикрученная позволяет ему играть Гораздо более эффективно Отключил я ему строительство турелей Дабы он не тратил ресурсы На это бесполезное дело Тем более, иногда он их втыкает все равно Скажем так, не на передовой Несмотря на то, что с криптовой точки Строительства я ему ограничил только Краем базы Но, к сожалению, край базы он воспринимает не всегда Только передовую, но и тылы И ставит турель Но одну бывает Там, где ставить не должен Поэтому турели я ему отключил Тем более, опытные игроки и люди Не строят турели вообще никогда Играя против компов В частности Не вижу в этом никакого смысла Он не тратит на это дело все ресурсы И поэтому быстрее развивается И играет, на мой взгляд, лучше Ну что ж, давайте посмотрим на результаты Кто тут что навоевал По статистике Прорвали мы его через один фланг Насобирал он, кстати, больше, чем мы Видать, он проапгрейдился чуть раньше Чем это сделали мы Точки он проапгрейдил, скорее всего, раньше То есть я их там апгрейдил уже на 15-й, наверное, минуте последней Он проапгрейдил с самого начала Ну и ушел в глобальный течь Который, как видите, практически приносит результат По общему счету он не обыгрывает Но немного 184 Я у него юниты уничтожил У меня 68 30 зданий разнес, он 0 Так он на базу и не прорвался А размер армии у него был больше, чем у меня У меня 113 У него 175 Но там было большое количество тех же кошмаров Облитераторов Рапторов В принципе, он пытался вначале давить именно через них А не через Хаос Спейс Маринов Но вот ничего у него не получилось И по общему счету я его здесь, конечно же Переигрываю По-военному Ресурсов он собрал больше Я 28000, он 32 1000 у меня технологии были У него 830 Тоже редкое явление, когда удается обыграть компа Ну и суммарно общий счет 31000 я набрал 33 он Практически равный бой Был у него шанс тут через центр прорваться Но я, в принципе, к этому был готов И поэтому я уже достойно встретил Но повторяюсь, если против него будет играть человек Средний уровень игрок Шансов практически никаких нет Один на один Ну, два на два Там должны быть очень два хороших игрока Чтобы их тоже одолеть У нас был бой вместе Соловом Где Выигрывали Фактически Компы тащили за нас То есть они вначале Проиграли центр За них Ну, там был бой 4 на 4 Проиграли центр На овазе шара Со мной не пошел имперский гвардейец Его захватывать Потом меня вдвоем пронесли И, казалось бы, все уже кончено Я успел отстроиться, правда, у одного из компов Там спейсмарина с самого края Начала развиваться То есть там строить несколько перекрестков путей За Ильдаров И компы вытащили Представляете, там снесли Олова Потом еще и следом Потому что он не добил одного И вернулся Прикрывать меня Но было уже слишком поздно Его снесли следом И мы остались вдвоем Де-факто с половиной Там против четверых И компы выиграли То есть они разнесли людей Даже вот Обладая, скажем так Не самой лучшей экономикой Но правильно используя войска Продавились на Украину Там при нашем совместном Участии Помощи Я не помню, сохранил я этот бой или нет Если сохранил, то обязательно выложу И мы выиграли Выиграли там 50 с лишним минут шло сражение И сначала продавили одного по краю Потом там кто-то из них вышел Под давлением второй Остались 2 на 2 с половиной уже И пронесли окончательно То есть компы действительно сильные Я к чему все это говорю Джонни Уиннер и Сэм Уиннер Можно так сказать Два брата Акробат В том бою участвовали Имперский гвардейцы Космодесантника Затащили просто адово Я такого тащил Давно уже не видел Не то что со стороны людей А со стороны компов Впервые, пожалуй, такое чудо Створилось А игроки были действительно сильные Там трое были Нам известны Известные Один был такой Спорный товарищ Хотя я играл очень хорошо То есть я Ник вроде бы как бы помнил Но когда я с ним играл И где Затруднялся сказать Ник Деспа у него был Если кто знает То напишите В общем, если видео вам понравилось Не забывайте поставить лайк Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны Оставляйте под видео свои комментарии Следующее сражение будет Скорее всего Ильдаров против Ильдаров За темных мы уже бой провели Вот Следующие тестовые Расы будут Ильдары На этом все С вами был Крестоносец Всем удачи До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok